Здравствуй, дорогой зритель! Посмотрим сегодня новую игру SpinarTarity. Это стратегия про управление мегакорпорацией в сеттинге Киберпанка. Теперь, я думаю, про Киберпанку будет куча разных игр, и от этого разработчика уже на Kickstarter вторая игра выходит. Но пока про нее не будем, будем смотреть, что у нас здесь есть. Значит, задача наша создать мегакорпорацию, которая ни много ни мало будет заниматься исследованием бессмертия. Изучать технологии передачи сознания в чип, наверное, либо во что-то другое. Я прошел начальный туториал, чтобы посмотреть, вообще стоит ли это игрой заниматься. И он неплохой. Единственный, конечно, минус в игре, что в ней нет русского языка. Но я сейчас начало покажу и все это дело расскажу. Так, стратег, шоп будет называться мегакорпорация. Это реальный домен, на котором я собираю сервис по парсингу скидок на видеоигры. То есть, от всех онлайн-магазинов они будут собираться на этом сайте, который называется стратег.шоп. Так что так и будет называться корпорация. Ну и логотип, давай, что-нибудь непонятное. Вот такое, красненького цвета. Все, идем дальше. Так, выбираем портрет. И игра начинается. Ну, хардкорик, конечно. Высокая конкуренция. У нас низкий стартовый капитал стартапа. Совет директоров менее толерантен ко всяким провалам и умрут они раньше времени. Это важно? Сейчас я объясню. Я сейчас переведу просто все, что они будут говорить и станет понятно, почему это важно. Доход меньше. Короче, сложные условия, но так тому и быть. Входящий звонок от совета директоров. Добро пожаловать на наш совет, стратегик. Я, Вес Кейн, бывший генеральный директор этого предприятия, находящийся в настоящее время где-то далеко. Но ты не думай даже ни на секунду, что это сделает тебя неуязвимым, если ты что-то сделаешь не так. Мы совет директоров, закулисные правители мира вокруг тебя. Мы створили мир, как нам хотелось, но имея все вот эти невообразимые ресурсы, только один враг, с которым мы не можем справиться. Это смерть. По крайней мере, не можем пока. Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам, потому что твоя карьера была, ты был технически грамотным, экономически продуктивным, и мы хотим использовать эти паттерны поведения, чтобы ввалить денег в этот стартап, которым ты будешь управлять. И мы просим, или даже не так, мы требуем, чтобы ты занялся исследованием технологий по передаче сознания и произвел заменные тела для нас. Иными словами, мы хотим, чтобы ты сделал нас бессмертными. Если все мы умрем, мы возьмем тебя с собой с помощью чипа, с помощью импланта, который установлен в тебе. Думай об этом как о нарушении контракта. Кроме того, мы берем на себя ответственность в найме небольшого количества рабочих, с которыми ты начнешь на старте. И также тебе будет помогать наш искусственный интеллект, который объяснит все остальное. На этом все. Иди и поднимай для нас компанию. Вот такая вот задачка. Разработать, не разработать, исследовать бессмертие, создать бессмертие. Добро пожаловать в ESEO. Это последний интернациональный софт по управлению, по менеджменту. Наш адаптивный ассистент поможет взять в руки вашу новую компанию. Нажмите дальше. Совет директоров поручил вам долгоиграющие цели. Такие как удержание компании на плаву, становление мощной и доходной компании и достижение бессмертия. Контролируйте политический ландшафт по всему миру, чтобы добиться поставленных целей. Значит, что у нас есть? У нас есть, во-первых, вот эта вот сбоку штучка внизу. Это наши рабочие. Они делятся на два типа. Значит, внештатники, интерны они называются здесь. Вот эти вот с капелькой такой, нервные такие ребята, у которых капелька на лбу. И постоянные сотрудники в галстуках. Значит, интерны дешевые, их можно быстро нанимать, но при всем при этом они имеют высокие шансы соскочить. И компании, чтобы она росла эффективно, ее работники должны сидеть на месте ровно и работать. Чем они дольше работают, тем лучше. Если они все время меняются, если текучка кадров происходит, то это плохо. И вот как раз вот эти интерны, они создают текучку. Вот эти вот постоянные сотрудники, они дорогие, их дольше нанимать, но зато они более эффективны на своих рабочих местах. Значит, идем дальше мы в исследование. Посмотрим, что у нас тут. Это дерево исследований, как бы, как во всех играх дерево исследований, так как оно есть. Значит, отмечены эти неактивные, эти активные. Понятно, значит, можно подвигать, потому что вот оно такое, оно не 5 веточек. Здесь есть еще 5 веточек. И мы будем сейчас исследовать социальные медиа. Значит, эта панель показывает детальки по социальным медиам. И здесь видно, что можно их монетизировать, ну, как любую соцсеть, да. Показывает, какой доход может максимально эта сеть приносить. И расходы трудовых ресурсов. Так, дальше. И это повышает еще медиа влияние на 5%. Пока я не в курсе, что за медиа влияние, в туториале этого не было, в этом стартовом. Но, в целом, понятно, что чем больше бонусов, тем лучше, да. Так, значит, нанимаем, в смысле не нанимаем, назначаем своих персонажей. Это не отдельные работники, это целые рабочие команды. То есть у нас 10 рабочих команд, 5 вот этих вот внештатных и аутсорсников, да, и 5 постоянных. Так, все, значит, 2 хода осталось до исследования. Ну, так, примерно 1-2 хода, это же исследование, да. Это же не какой-то точный проект. А вот 1 ход, это полгода в игре. Вот здесь, кстати, видно, что у нас уже минус 9 лямов в ход, то есть за полгода. Это наши расходы на сотрудников и на что-то еще. Потому что вот эти по миллиону команды стоят, баксов, да. То есть здесь пятак и здесь еще 2,5, итого 7500 тут. И 2500 я пока не знаю, куда еще улетают, но суть в том, что 9 мы уже теряем. Так, значит, назначили. Все, да, меняем. А, давайте еще наймем, да, значит, показано, как нанять. Нам предлагают нанять вот этих пятерых. Это занимает некоторое время, потому что, как уже я раньше перевел, да, они набираются не сразу. Вот этих можно быстро набрать, но они ненадежны. А вот этих вот по 2 хода. То есть, чтобы собрать команду рабочую, нужен целый год. Но, так как мы сейчас будем 5 команд одновременно собирать, то за год, за 2 хода мы получим плюс 5 команд. Счастье рабочих. Тут видно, от счастья зависит, соскакивают или не соскакивают вот эти ребята. Вот эти не знаю еще, будут ли соскакивать от несчастья, но вот эти точно при малейшем шорохе. Это редиски, эти редиски соскакивают. Вот. Так, дальше что у нас? Это займет время. Все, время займет. Погнали. Вот, кстати, можно покрутить лобус. И тут видно луну. Я думаю, что луна тоже в игре будет использоваться. Вряд ли бы ее стали рисовать, если бы все, что нас интересовало, было на земле. Так, каждый ход, это полгода, да, я тебе сказал. Сообщение. Пришло сообщение. Смотрите, как интересно. От research.strateg.shop Если писать просто название в одно слово, то в конце будет com. Я до этого попробовал, и когда увидел, мне вот эта штука очень понравилась, как они сделают. Так что сейчас домен.strateg.shop – это реальный домен. Прямо он так и подписывается тут из-за точки. Не знаю, баг это или фича, но мне нравится. Мы исследовали социальные медиа. Вот, что нам сообщили. И теперь мы идем... Так, куда мы идем? Сюда мы идем, да? А, есть еще сообщения, которые... Просто сообщения, а есть сообщения с действиями, с этими самыми... Ну, типа квесты маленькие, которые нужно разрешить. Мы можем... Значит, что пишут? Значит, мы можем заработать немного прибыли, продавая рекламные места в офисе у себя. Но это может расстроить некоторых рабочих. Значит, продавать везде. Получим 10 лямов, потеряем 1% счастья. Можем продать на 5 лямов без ущерба, без какого-то. И не продавать вообще, чтобы сделать наших работников счастливыми. Наши работники счастливы на 100%, поэтому счастливее они не станут. Так что продаем везде, зарабатываем десятку. Один этот самый откупили. Период. Полугодие одно. Так, погнали в наше исследование. Здесь у нас завершен наш проект. Теперь он зеленым горит. И иконка поменялась. Это показывает, что исследование закончено. Нажимаем сюда и смотрим. Вот, кстати, вот эти вот маркетинговые углы, маркетинговые подходы на рынок. То есть, мы теперь сейчас будем на рынок выводить свои соцсети. И первый раз я когда туториал проходил, по-другому было. То есть, видите, даже туториал тут реиграбелен. Ну, хотя, конечно, у меня первый раз была первая, сейчас пятая. Не такая уж прям реиграбельность высоченная, но это туториал вообще-то. А так, я думаю, что во всем остальном реиграбельности будет много, учитывая сколько вот сверху всего тут. Ну, ладно, давайте продолжим. Значит, во-первых, так. Да, мы теперь уже исследовали соцсети, но чтобы они начали зарабатывать, нам нужно вывести их на рынок. Чтобы, значит, открыть вот эти вот новые подходы к рынку, нужно назначать еще раз людишек, команды рабочие, и они показывают вот этот процент, с какой вероятности они откроют еще 4 других. Если больше 100%, а такое возможно, то они точно найдут новые подходы к потребителю. Все, мы, значит, первый у нас есть подход, но мы сейчас исследуем следующий по условиям туториала, поэтому погнали. Новые письма. Значит, что там у нас пишут? Прибыло 5 команд постоянных. Так, значит, и новый маркетинговый подход. Напишите в комментариях, как это по-человечески перевести, потому что маркетинговый угол звучит откровенно коряво, вот, но маркетинговый подход тоже как-то не очень мне нравится. То есть смысл-то понятен, да, под каким слоганом мы зайдем на рынок, да, но вот словосочетание именно маркетинговый угол вот этот я не нашел, как перевести, поэтому перевожу под смыслом. Значит, новые технологии. Вот, значит, что они исследовали. Оставайся все время апдейтнутым. Ну, stay up. Технологии всегда изменяются. Новые технологии, новые услуги, новые продукты. Оставайся на краю социальных медиа, то есть чтобы в курсе всех новинок быть. Вот, что они для нас исследовали. Так, и здесь... Так, Анвар Мурат. Никогда не знаешь, когда тебя посетит вдохновение. Я был в голованной. Ну, гола, нет, не от слова голой, да, от слова голограмма. Вот, значит, холобав. Когда меня посетила идея о том, как рекламировать один из наших продуктов, я надеюсь, передать ее вам до того, как кто-то другой, короче, заявит на нее права. Отлично. Так, идем, значит, мы теперь... Куда дальше? А, выбираем страну. Что значит по поводу страны? В этом будущем, а это у нас 2061 год, все страны объединились в такие крупные агломерации. Они неповоротливые и политически они стагнируют. Поэтому открываются возможности для того, чтобы мы взяли над ними контроль. То есть у нас, по сути, тут раз... Вот Россия осталась, да, потому что она и так большая. Это океания. Океания была в этом самом... Как он называется? В 1984 книжке океания. А кто там еще был? Там была океания и две других крупных страны таких тоже. Вот, значит, океания Азия, Северная Африка, Средний Восток, Европа, Южная Африка и Северной Южной Америки. Вот столько у нас осталось от всего мира стран. То есть все мелкие объединились. Так, ну понятно, что разработчики упростили себе этим жизнь. Да я думаю, и достаточно. Но нафига нам реально 280 стран, если от этого смысл не будет меняться? Нам просто будет надо 280 раз одно и то же делать. Зачем? Так что, я думаю, тут баланс соблюден. Ну, я надеюсь. Значит, выбираем, куда мы со своей соцсетью полезем. Сейчас, значит, Stay Update. Никогда не было проще. И один мир. Значит, у каждой страны своя культура. Давайте я откну, куда-нибудь, чтобы они нас в следующий пустили. Вот, значит, культура. Это полярные, полярные значения одного признака. То есть индивидуализм или коллективизм. Люди от любят там поодиночке жить, как в Японии, например, хитохори, да, они называются. Либо какими-то общинами, коммунами, коллективизм. Ну и, собственно, тут безопасность, либо свобода, материальное благо, либо духовное развитие, частная собственность, либо коммунизм, да, публичная собственность. Так, качество, традиции, ну и вот эти все прочие вещи. Вот, соответственно, у каждой страны есть вот эти параметры. Каждый из наших маркетинговых подходов соответствует двум параметрам. У него есть первичный признак какой-то и вторичный. Так, нам, кстати, про это и говорят, да, что надо выбрать. Так, тыркаем в соцсети, да, и выбираем. И выбираем. Так, что нам говорят? Stay Update. Вот здесь. Значит, Stay Update, это, вот если навести написано, технологии всегда меняются. Это то, что я уже читал. Значит, для кого это важно? Для людей с вот этим новетли. Я не знаю, как приводится новетли, но вот тут вот традиции, да, а вот здесь прогресс. Но это не совсем верное значение. Вот это вот, это, если говорить про маркетинг, да, то эта группа людей называется ранние последователи. Ну, это в книжке по маркетингу было, которую я изучал в Академии у себя. А вот ранние последователи, это те люди, которые прямо первыми-первыми бегут и покупают новый айфон, вот, там какой-то новый продукт, и, в общем-то, они на себе его испытывают, они хотят иметь его раньше других. После них уже врубаются там поздние последователи, ну, и исходя из этого строится диаграмма жизненного цикла продукта. Но в это я не буду углубляться, мы тут все-таки играем, а не маркетинг проходим. Но вот это вот новетли, это как раз те, для кого важно stay update. Значит, вот эта страна, которую я выбрал, нам не подходит, потому что здесь оно на серединке. Давайте так вот неплохо в России, например, а в океане еще лучше, потому что максимум. Еще, конечно, страны стоит выбирать по доходу, но этого не было еще. Так, налоги 40% в туториале, поэтому здесь я просто догадываюсь. Ну, вот давайте возьмем Россию, да? Нет, давайте возьмем не Россию, давайте возьмем океанию. Здесь по максимуму. Так, и налоги 30%. Что такое? Восстание. Требуется 4 военных коннекшнса. Это тоже еще пока не было. Ну ладно, значит, все, мы выбрали океанию. Вот как раз нам показывают, что это stay update, это как раз для вот этих ребят, для ранних последователей. И для запуска. Запускаем. Все, запускаем соцсеть в океане. Каждый запуск стоит денег. Вот только что там улетело сколько? Три ляма что ли, да? Но эти деньги вернутся, если вот этот маркетинговый подход был выбран подходящим образом под культуру. То есть, если бы вместо океании я тыкнул там в вазе, где там на серединке, то денег бы вернулось меньше, а может запуск и вообще бы прошел криво, да? И вообще бы ничего не принес. Возможно и такое, наверное. Я не знаю, можно ли запуститься совсем неудачно, но на старте как бы показывают, да? Как сделать хорошо. Поэтому, но я думаю, что можно. Так, значит, запуск занимает один ход и в конце, в конце хода нам покажут, что произошло. Есть. Снова выберите океанию, чтобы выяснить, как прошел запуск. Запуск прошел, видите, на 5 звездочек. Отлично. Так, показывает, насколько все успешно. Идем дальше. И показывает прибыль. 6,3 миллиона за полгода. То есть, видите, вот у нас уже минус 7. А было это минус... Сколько? 16, минус 17 было, да, видимо? Так. Чем больше, чем лучше прошел запуск, тем больше денег он приносит. Ну, логично, да? В этот раз мы должны были угадать маркетинговый подход, но есть способ еще с помощью фокус-групп это сделать. Мне прямо вот эти нравятся моменты, как тут сделано. Все видно, что человек действительно имеет отношение к рекламе. Коллега. Так, значит, как проводить фокус-группы? Выбираем опять, значит, океанию свою, выбираем свою соцсеть. И... Так, еще раз, чтобы сработало, надо нажать. И вот здесь появляются опросы. Что еще у нас есть? Никогда не было проще. Дружба требует времени в занятом 21 веке. Это тяжело. В общем-то, поддерживать дружбу. что позвольте нам сделать это проще. Так. Может быть. Они индивидуалисты, да? Поэтому, возможно, это для них хорошо. Потому что в коллективизме все и так общаются. То есть, возможно, эта штука к ним подойдет. Пост-пост-пост. Никогда не было проще продвигать себя. Постите и постите. Сложный вопрос. Не знаю, кому это здесь подходит. Хотя, наверное, к вот этим вот, кто за материальными благами спешит. Раз речь про продвижение. Так. Ну и один мир. Люди всего мира. Разные, прекрасные. Добро пожаловать в место, где всем, короче, рады. О, хэнгау. Все зависают вместе. Так. Это, наверное, про коллективизм больше. Но сейчас уже угадывать не надо, потому что есть фокус-группа. Вот давайте Never Been Easier вот эту вот профокусируем. И оно показывает. А я, кстати, не угадал. Видите, я думал, это индивидуалистам будет тема заходить. А вот и нет. Она заходит вот этим людям. А, потому что написано время — это все. Если ты можешь делать две вещи одновременно, это отлично. Если что-то может быть сделано без твоего усилия, это даже лучше. Вот оно к чему. Да, поэтому и здесь тоже про время. Я просто не читал объяснение вот этого слова, которое, не знаю, как переводится. Здесь качество, а здесь, значит, количество. Соответственно, тут по времени. Но вот как раз вот эта штука и показывает. что куда. Хорошо. Так, значит, но каждое исследование может показать первичную и вторичные признаки, которые могут использоваться. Видите, в основном оно, конечно, первичное вот сюда, но вторичное в коллективизм, в общественность и в новинстве тоже. Так что чуть-чуть я попал в коллективизм. Другой вопрос, что он у нас тут не развит совсем. Едем дальше. Теперь найдите нацию с культурой, которая подойдет под этот маркетинговый ход. Ну, давайте поищем. значит, вот здесь нам нужно, да, конвенция. Нет, нет. Так, Южная Африка, да, у нас ближе всего сюда. А все, да, кроме Южной Африки-то. Ну, давайте в Южную Африку тогда. Все, значит, выбрали Южную Африку, идем сюда и не понял. А, тут я не на ту. Вот, и запускаем через NeverBizy. То есть, сюда мы с другим слоганом запускаемся. Все, время вперед. Ой, не проверил вот это, значит, сообщение. Вот эти сообщения, которые требуют принятия решения, они не проходят мимо. То есть, ход нельзя закончить, пока эти решения не приняты еще. Так, наши техники усердно работали над нашими социальными медиа, над алгоритмами наших соцсетей, чтобы эти системы могли сами решать, какой контент показывать юзерам. Умную ленту разрабатывали, понятно. Мы можем эти алгоритмы использовать двумя путями. Показывать каждому юзеру все больше и больше того, что он хочет. Так, это увеличит его счастье, да, и увеличит наши рекламные доходы. Или мы можем показывать каждому юзеру вещи, которые будут расширять комьюнити. так, это должно помочь сломать эхо чемберс и бит. Я не знаю, что такое эхо чемберс. Чемберс это укрытие. Так, но здесь, значит, мы получим больше денег в первом случае, а во втором случае что-то мы сломаем какие-то эти самые. Наверное, комьюнити увеличим соцсети. Фин знает. Давайте посмотрим, что в бонусах покажут. Так, значит, доход увеличится на 10%, если мы делаем юзеров счастливее, и мы теряем один киберконнекшн. Про коннекшн я пока еще не в курсе, этого не объяснялось. Рандомная нация станет ксенофобами. Вот как. Так, если, значит, мы пока с юзерами все, что они хотят. мы потеряем 10% дохода, повысится на 5% общественное мнение, потеряем киберконнекшн, все равно один. Так, рандомная нация станет мультикультурной. Я пока в деньги сыграю, поэтому, так, а, кстати, вот здесь что? Отложим, да? Мы не можем разделять ресурсы прямо сейчас. Это решение. Ну, да, давайте поднимем немножко денег, потому что у нас убыточная пока компания, поэтому давайте берем сюда, что еще у нас тут? State Update, это новое исследование, понятно, пост, пост, новое исследование в этом самом, понятно. Так, один интерн соскочил, наш внештатник, понятно, ну и фиг с ним. И смотрите, после принятия решения новости по поводу того, что мы сделали новый алгоритм оружия математического разрушения. Южная Америка, в общем, Сукумбы, опять вот эти эхо-чамберы, которые я так и не понял. Так, а здесь запускают новую платформу в океане. А, это первая новость, которую я до этого пропустил. Мы запустились в океане, сначала вот вышла новость. Так, пришло время исследовать новый продукт и новые маркетинговые подходы, чтобы запускать их и зарабатывать больше. Для исследований нужно больше рабочих, нанимать, найм рабочих идет бесплатно, но как только они приходят, они начинают отжирать деньги. Теперь вы знаете все необходимое для старта управления своей компанией и можете уже потихонечку работать. Следующие туториалы по типу этого расскажут больше. В общем-то до этого места я в своем туториале, в своем пробном запуске и дошел. Так, что все, что будет дальше, я не знаю. А вот за прохождение туториала дали 40 миллионов денег. Я думал на этом закончить игру, но запись закончить не игру, но понял, что от игры я мало что показал. Первый туториал просто перевел. Что еще есть в игре? Куча разных исследований, эти ветки мы уже все посмотрели. Это наши сотрудники, понятно. Здесь видно доходы от разных стран. И луна тут тоже все еще присутствует. совет директоров. Вот эти все люди, которым уже 80 лет и приблизительно дата, когда они умывают. За это время нужно успеть, чтобы не грохнули. А вот здесь авторитет, который зарабатывается так, как он зарабатывается. В зависимости от того, как развивается стратегия компании и используется для открытия вот этих вот задач. От этих вот задач зависят виды победы, смотрите, которых тоже несколько вариантов. Победа гуманизма, победа нового мира, эти самые потребительское общество, консюмеризм и победы империи, правьте железным кулаком, то есть в зависимости от вот этой штуки будут даваться вот эти штуки и в зависимости от вот этих штук можно будет в одну из побед прийти, то есть вариантов победы несколько, а значит реиграбельность все-таки у игры должна быть высокая. Смотрите, это еще у меня не открыто, а там какой-то шпионаж, да, есть еще дальше черити, это благотворительность и вот исследование, самая главная технология передачи сознания. Так, чтобы это нужно исследовать гены где-то там, вот эту вот нужную штуку, тогда откроется вот это. Так, здесь чтобы исследовать это выполните Charity Drivis, так, Charity, где-то глубже, глубже уже в исследованиях, то есть еще даже не все открыто. Так, это наши социальные сети, значит, здесь можно страны расположить по доходу, по налогам, по медиасиле, наверное, по суммарной какой-то написано показатель, не знаю, по признакам, которые мы используем для вывода на рынок своих продуктов, законы, по видам законов, смотрите, разных, так, это что, хаос или управляемость, то есть, в принципе, вариантов в игре немало. Мигает красным, потому что у нас убытки, но после 40 лямов за прохождение туториала, я думаю, с этими убытками можно будет справиться. Вот. Теперь вроде я показал все, и теперь уже до первого взгляда, я думаю, точно достаточно, поэтому ставьте лайк, если эта игра понравилась, хотите увидеть ее продолжение, пишите на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение этой игры, если вы хотите его видеть, либо прохождение других стратегий. Спасибо за просмотр и пока. Субтитры сделал DimaTorzok